Колымский край расположился на северо-востоке России. Он находится вдоль бассейна реки Колымы и захватывает северное побережье Охотского моря. Эта суровая и холодная область богата полезными ископаемыми, и в частности в 20-х годах 20-го века там были найдены промышленные месторождения золота, разработка которых стала приоритетным делом для молодого советского государства. Но будоражит умы людей Колыма не этим. Благодаря массовой антисоветской пропаганде, понятие Колыма впитало в себя термины массовых репрессий, исправительно-трудовых лагерей с бесплатным каторжным трудом и, конечно же, невинно заключенных жертв массового террора лично Сталина и его окружения. Но не вдаваясь в правдивость всех этих оценок продажных журналистов, давайте посмотрим на начальный период истории Колымы, который, на удивление, был не таким уж и суровым. Говоря о Колыме, нельзя не упомянуть о фактическом ее создателе, Эдуарде Петровиче Берзине. Эдуард Берзин в Первой мировой войне был унтер-офицером латышского полка и георгиевским кавалером. После Октябрьской революции возглавлял латышскую стрелковую дивизию, которая рьяно защищала советскую власть в ее самые трудные революционные годы. Именно эта дивизия подавила лево-эсеровский мятеж в Москве в 1918 году. После Берзин лично разоблачил заговор британского посла Локарта, который пытался подкупить латышские части для свержения советской власти. Далее Эдуард Берзин был личным секретарем Дзержинского и зарекомендовал себя как очень хороший администратор. С 1921 года он сотрудник ВЧК, а затем и ОГПУ – это органы государственной безопасности того времени. В 1927 году он руководил постройкой и запуском в эксплуатацию Вишерской целлюлезно-бумажной фабрики на Урале и справился с этим делом на высоком уровне. Тогда уже в 1931 году его назначают руководителем Треста – Дальстрой и направляют осваивать Колымский край. 4 февраля 1932 года в бухту Нагаева прибыл пароход «Сахалин» с Берзиным и первой партией заключенных на борту. Первым делом Берзин ликвидировал местную партийную власть, от которой он даже не принял отчета. Все члены окружного исполкома вместе с ворами, авантюристами и, извините, проститутками, были погружены на тот же самый пароход и отправлены на материк. Берзин хоть и был сотрудником ОГПУ, но подчинялся лично правительству страны. Он был наделен на Колыме широкими полномочиями. Его целями были за короткий срок обустроить этот край, создать транспортные коммуникации, наладить добычу золота и создать нормальные условия для жизни населения, что им и было успешно выполнено. Берзин управлял Колымой 5 лет и 10 месяцев. За это время при нем поселок Магадан превратился в город. Также были построены причал морского порта, промышленные предприятия, лагеря для заключенных и электростанция. Заработали прииски по добыче золота. При Берзине открылись первые школы, техникум, библиотека, появились кинотеатры, а массив леса в центре Магадана он приказал оставить для того, чтобы в дальнейшем тут разбить парковую зону. Колыма стала ведущим валютным цехом страны. При Берзине в лагерях сложилась гуманная и эффективная система. Все заключенные расконвоировались и считались условно освобожденными. Была введена система зачетов, которая сокращала тюремный срок заключенных за перевыполнение норм выработки. Также им можно было работать по специальности. Одежда у заключенных была добротной и кормили их хорошо. В столовых, например, всегда стояли открытые бочки с соленой селедкой и красной икрой. Работали заключенные зимой до 6 часов в сутки, а летом до 10 часов в сутки. За труд им платили как вольно наемным, что превышало зарплаты обычных людей на материке. После срока они возвращались домой обеспеченными людьми. За время правления Берзина не было зафиксировано ни одного случая побега. Это было бы глупо. Как правило, на Колыму присылали раскулаченных, бывших белогвардейцев, политических заключенных и людей, осужденных за мелкие преступления. Также туда ехали и вольные люди, но их было мало. Суровые условия и до конца неразвитая инфраструктура отпугивала людей. Уголовников Берзин не любил, и на Колыму им тогда попасть было трудно. Также он проводил колонизацию района. Заключенные подписывали договоры с Дальстроем, где человек обязывался пробыть на Колыме еще 10 лет. Ему давали ссуду на постройку дома, корову и привозили семью. От желающих подписать такой договор не было отбоя, но в приоритете были раскулаченные. Берзин полагал, что они действительно осядут на земле. Колонисты поселились на побережье Охотского моря. Им поставляли фураж по государственной цене, а также позволяли продавать мясо на рынках Магадана. У Берзина к 1937 году был разработан план развития Колымы, по которому в этой области до конца 40-х годов не должно было вообще остаться заключенных, а население Колымского края составили бы только свободные люди. Это должны были быть бывшие заключенные, которые после срока осели на этой земле, и переселившиеся сюда вольные поселенцы. К этому времени уже была создана достаточно приемлемая инфраструктура для жизни людей. С этим планом развития Колымы 4 декабря 1937 года он и уехал в Москву, но вернуться назад ему было не суждено. Социальный шторм, который взбудоражил тогда Советский Союз, поглотил и этого деятельного человека. Берзин был арестован, обвинен в совершенно бредовом ритуальном преступлении и расстрелян. Скорее всего он пал в ходе межведомственных интриг. Лагеря, которые находились на Колыме, не были в подчинении ГУЛАГа, они были во владении Дальстроя. Высшие руководители НКВД приложили много усилий, чтобы поставить колымские лагеря под свой контроль. В этом им мешал сам Берзин, который обладал широкими полномочиями в отношении Колымы. Но у Берзина были порочащие его связи. Он был в хороших отношениях со своим непосредственным начальником Петерсом и бывшим главой НКВД Ягодой, которые к тому времени уже были арестованы. После расстрела Берзина лагеря Колымы перешли во владение ГУЛАГа. Все поселки были ликвидированы. Колонисты отправлены обратно в лагеря, а их семьи были переправлены на материк. Режим в колымских лагерях ужесточился неимоверно. Как мы видим, уже не вся история Колымы покрыта бурыми пятнами кровавой деспотии. И, по крайней мере, начальный ее период резко выделяется из той истории, которую нам пытаются навязать. С конца 37-го года историю колымских лагерей надо будет рассматривать в рамках истории ГУЛАГа. А это уже другая тема для других видео. Может, там также было не все однозначно. Вот и посмотрим. На сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. Пока! Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до новых встреч. С Великого Юга сюда доставляются свежие фрукты. Здесь можно хорошо отдохнуть, развлечься. В каждом, даже самом отдаленном уголке нашей Родины, видна забота о здоровье и отдыхе советских людей.